В 2006 году Общее собрание жителей коллектива индивидуальных застройщиков «Зеленая роща» избирает Общественный совет по возведению православного храма «Покрова Пресвятой Богородицы». Заказанный проект церкви предусматривает вместимость 300 прихожан. А вскоре выделен участок в полгектара, а еще через два года заложен камень и возведен фундамент будущего храма. И хоть оформление земельного участка под строительство церкви заняло не один год, стены нового величественного, необыкновенной красоты храма вознеслись к небу. Поддержать настоятеля, прихожан, строителей и попечителей приехал архимандрит Нестор. Он подтвердил, что ни одно благое дело не бывает без трудностей, а особенно строительство храма. Это будет молитва к Богу, чтобы он убрал эти средостейки или, по крайней мере, ослабил. А уверяю, они еще будут. Но, чтобы даровал всем силы преодолеть трудности. И чтобы вскоре мы могли совершить чин великого освящения. Архимандрит Нестор в сослужении настоятеля храма священника Романа Малюты и дьякона Ильи Есина при стечении местных жителей соборно возносит молитву о скорейшем завершении строительства и даровании для этого сил. Затем благочины освящает специальную закладную доску. Поможет ему Бог утро и за утро. На закладной доске написано «Основайся сия Покровская церковь во имя Отца и Сына и Святаго Духа при Патриархе Московском и в сия Руси Кирилле при святительстве преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия по печеньям семьи Стрельченко и семьи Завидонских». Главы этих семей принимают непосредственное участие в закладке памятной доски. Архимандрит Нестор, поздравляя прихожан Покровского храма с этим событием, желает Божьей помощи в деле возведения здания церкви. Чтобы как можно скорее здесь можно было совершить великое освящение храма. Уже сейчас приход строит планы на возведение воскресной школы, где детки и их родители смогут изучать закон Божий и заниматься творчеством. Уже давно каждый шаг в жизни прихода храма – большое событие. А то, что довелось сделать Алёше Стрельченко, бывает далеко не у каждого в жизни. «Было интересно что-то новое сделать». «Да, храм долго ждали. Жители давно хотят его. Не получалось что-то построить, видимо. Но я думаю, что на все воле Божьей всему свое время». «Это одно из самых долгожданных событий в моей жизни». «Почему долгожданное?» «Ну, потому что мы очень долго шли к этому». «Почему так получилось?» «Ну, это, наверное, так Богу было угодно, потому что благие дела, они, наверное, так и делаются через какие-то трудности. Это был очень долгий путь, конечно. Да, и мы все знаем, да, когда мы сталкиваемся с какими-то определенными моментами, да, это непростые моменты оформления, да, участков, земли, да, то есть и, слава Богу, да, тех людей, которые находятся, и, дай им Бог здоровья, желание, да, помочь в этом вопросе. Конечно, поэтому этот день и становится долгожданным, потому что такому большому поселку, как наш, как и человеку, да, нужна душа. Да, вот эту душу мы сегодня и почувствовали внутри по-настоящему». Возводимый однопрестольный храм уже сейчас поражает своей величественностью и изысканной архитектурой. Впереди много радостных событий – возведение куполов, крестов, колоколов, чин великого освящения. Строительство храма продолжается за счет частных пожертвований прихожан, которые верят в покровительство своей небесной заступницы – Пресвятой Богородицы.